Сразу, вот здесь у меня ножей, у меня, у нас ножей 70. Сколько у тебя вообще коллекция примерно? За 200. За 200. Вот этот нож режет 100 коробок, а этот 20, это говно. А нафига мне это, вот, старый. Я, потому что я делал ножом. Да, все любят это. Нож должен резать, а я что, нет, не должен. Мамочка, мама, ты тоже мне говоришь, зачем ты тратишь деньги на ножи? Это вложение денег. Это твоя жемчужина. Бабков. Рассказывай. Сразу провокационный вопрос. Сколько стоит твоя коллекция, по прикидкам? Все не считал. Ну, давай, накидай. Пару гряут, наверное, стоит. Может, два, может, три. Я, честно, не считал. Нужно все пересчитывать, потому что он стоит недешево совершенно. 200 тысяч рублей. Я не хотел говорить. Работаешь. Ножом. 350 ножей, вот, лимитированную версию, вот так вот они, собственно говоря, выглядят. Он. Я знаю, как назвать эту коллекцию. Это коллекция, разрыгающая социальную ненависть. Друзья, приветствую вас. С вами Алена. Как вы видите, мы в московской студии Клинка. И по обилию красоты на столе вы правильно все поняли. Я продолжаю встречаться с коллекционерами. Сегодня у меня в гостях Евгений. Всем привет. Коллекционер из Москвы. И мы покажем всю эту красоту. Погнали. Прежде чем... Ребята, я просто хочу, чтобы вы поняли трудности и муки, страдания, которые я испытала перед тем, как это все легло на стол. Сейчас камера покажет. Вот тот угол, в котором у нас лежит куча коробок, куча чемоданов. И мне пришлось фильтровать просто через один нож. И с боем Женя добился, что вот это у нас лежит на столе. Я, следуя советам Леши Стрепетова, снимаю кольца, чтобы не повредить всю эту красоту. Ну, отбирать пришлось много. Здесь лежит, мне кажется, она же и 70, а то и больше. Поэтому, если выпуск вам зайдет, то мы обязательно покажем вторую часть. Но, Жень, расскажи мне, пожалуйста. Во-первых, спасибо тебе большое, что ты мне доверился. Я у тебя опять... Я первая. Всегда, пожалуйста. Да, кто покажет твою коллекцию. Расскажи, с чего ты начинал. О, это был давно. Год, наверное, 2010. Плюс милость. Причем получилось интересно. Интересно, я лазил по интернету, ну, по ютубу, совершенно наткнулся на... Наверное, всем известным каналом Винни Нула. Давно-давно. И был шокирован, что, оказывается, складной нож и вообще ножей есть такое огромное количество. Такого многообразия. Да, ну, тогда, благо, такого еще не было. Но тоже, даже тогда уже было на что посмотреть. Ну, да, денег еще не было. И первый мой нож был Бекер Магнум. Я вот, честно, не помню, как он уже модели. Он с таким огнем на клиночке. До сих пор дом лежит. Качество отвратительно. Просто, как я сейчас помню, с аэропластовой шайбы. Он вечно осевой раскручивается. Ах, ну, блютый. А дальше потихоньку поехала всякая мелочь, типа Ганза. Ну, значит... Колды. Колды были позже, гораздо. Там была Ганза Бедлам. Ну, на Бенчмэйт Бедлам. Были какие-то еще Ганз. Я уже, конечно, не поиск Пайдерков были тогда. Тогда я их любил еще. То есть у тебя коллекция менялась и вкусы менялись? Так, расскажешь мне сейчас про это. Да, это такое... Ну, тогда было так, по чуть-чуть брал. Потом, Чупаполь, в 2014 у меня первый Лизерман появился. Мой скелетол. Он до сих пор со мной. Хорошая вещь. Хорошая вещь. До сих пор служит. Мне, конечно, немного делать, честно скажу. Но до сих пор живой, к счастью. Так, сразу. Вот здесь у меня ножей... У меня, у нас ножей 70. Сколько у тебя вообще коллекция примерно? За 200. За 200. 200 плюсов, я не знаю, потому что у меня есть какие-то коллекции, которые чисто в бытовом использовании. На работе штук 10 лежит. Там 3 даггера больших. Там еще какие-то мелочевки лежат, которые уже не пользуюсь. Ребят, даггеры, простите меня, пожалуйста. Я сразу у ваших ножей 10 из его коллекции просто убрала, потому что их уже много кто видел. А мне хотелось показать то, что никто не видел. Поэтому, если что, они есть. Поэтому даггеры, еще раз извините. Вас тут практически нет. Но мы вас любим. Да, но мы очень любим и ценим вас. Так, за 200. Ты, дурацкий, конечно, вопрос. Но некоторые ведут ротацию коллекции. То есть они купил за 100, сейчас рынок начинается. На столько-то могу продать. Ты продаешь свои? Сейчас буду. Нет, те, которые там есть, наверное, буду. Раньше не продавал всего один нож в свое время. Давно. Это был Бросблэйдс. По-моему, Т-11. Потому что у него был жутко жесткий G10. Отвратительно жесткий. То есть в руках держать его невозможно. Только в печатках. Он как-то был так обработан, что вот... Тогда я его продал. Да, это был единственный нож, который я продал. А больше в 100 лет кому-то дарил какие-то там специальные подарки. Вот. Алюминию подарил. Да, уже подарил. И угадайте, какого цвета. Человек тоже любит фиолетовый. Да, есть такое. Давай, поскольку ножей много, показать хочется зрителям как можно больше. Мы с тобой начнем вот с первого самого жирного жира показывать. И параллельно я буду тебя спрашивать. А может, наоборот, прийти к жиру? Потому что... Нет, я не могу. Я сразу, сразу, простите. Я просто обожаю дизайн Каныгина. И когда, когда я снова взяла Кракара, ну это тот самый трепет в сердечке, который невозможно держать. Я не смогу стоять даже, когда я его увидел. Я применил на любые деньги. Я захотел его взять. Слушай, по-моему, 75 примерно. Вот около 80. Я не помню. Мне там еще скидочку сделали. Вот где-то так. Очень красивый нож. Я даже не сразу понял, как он закрывается. Я его открыл, а потом, а как закрывать-то? Только потом уже я понял, что там через коромысло такое закрывается. Очень красивая, интересная вещь. Необычная. Это такой вот. На него надо повесить бусинку этого чумного доктора. И вообще будет. Да, да. Еще нет. Наверное, потом будет. А у меня знаешь чумной доктор, на кого он висит? На Райке, который тоже с таким сложным гриндом и немножко космический. Вот он тоже. Нет, он именно такой, как клюв, такой, как клюв этого самого. Ворон, кракар, ворон, что-то вот. И плюс чумной доктор, нечто такое схожее. Чтобы, ребята, вы тоже понимали, за кадром лежит несколько коробок с бусинами. Я просто с боем заставила Женю их убрать. Я их, конечно, посмотрела, все перетрогала, восхитилась. Но показывать мы просто не успеем. А может, их в Телеграме показать фоточки? Кстати, можно будет показать и в Телеграме. Ну, а чем нет? Давай тогда покажем сразу похожие косы, которых у тебя две. Это новиночки от Махасиков. Макс из Хэла. Да, Хэла. Тут же народ спросил, а что ими делать? И что ты ответил? Простите, к жертвам к бокам людей. Либо скидывать коробки. На ваш выбор. Кстати говоря, очень удобная у них рукоятка, что так держать, что можно держать поближе к клинкам. Вот так можно. И очень удобно лежать в обратном хвате. Ну, что удивительно. Ну, под обратный это вообще мне касается. Очень удобно. Помните? Помните, когда в Диабло Третьем было дополнение, и там такой мужик с косами смерти таким стоял? Вот это вот оно. Ну, да. Керамбиты как раз, они же в основном под левую руку заточены, под вспомогательную. Понятно, что, не, ну вдруг ты пойдешь пшеницу косить у себя при усадебном участке. Косит князь конюшину? Да, да, да. Ну, дизайн необычный. Шум наделал. Схватил сразу, как увидел. Взял три штуки. Одну я подарил человечку на день рождения. Лохматый привет. А я передаю привет Антону, у которого тоже есть вот такой прекрасный... Причем я их купил, заказал в субботу, потом я ради интереса заглянул в магазин. В понедельник, после того, что их не было наличия вообще, раскупили все и вся. Причем мне тогда не было денег купить, я ждал пару дней, я их увидел в среду, в субботу я их заказал только. Я не звонил, спрашивал у них, типа последний там, я успел ухватить. А, моя прелесть. А в DLC тебе больше нравится или все-таки просто металл? Этот пойдет потом на кастом, но в DLC, мне кажется, покруче все-таки. Стильно, собственно, так брутально. Наверное, да. Я DLC не всегда люблю, но вот здесь почему-то в DLC, мне кажется, чуть-чуть покруче все-таки. Он тут как-то вот он выглядит... Да, но нож точно необычный. Кстати, что интересно, к нему еще в комплекте шло полно запчастей, дополнительные винтики. По-моему, там есть дополнительные винты на СИО, и еще есть такой шпенек, сюда можно поставить, его зафиксировать, он не будет складываться. Что интересно. Ну да, да, вот сюда вставляется, хотя... Его, по идее, можно поставить вот сюда, потом поставить, я даже такое делал. Ну, я ее все снял, у меня дома они лежат, потому что места было мало, я вез столько-столько килограмм, что кошмар и ужас. А я ведь просила, не вези столько. А нельзя было, а как бы, а я еще что-либо не показал бы, а как же оно... Да, ребят, просто такие простые, очень популярные, нет, они крутые, но достаточно с таким лаконичным дизайном, я честно отмела и убрала, потому что вот в целом, я когда смотрю на твою коллекцию, она необычная. Во-первых, ты явно любишь какой-то вычурный, необычный дизайн, сай-фай дизайн, какие-то, не знаю, космические корабли, чужие и тому подобное. Ну как же без Эллен 4, я за ним давно смотрел, у меня дома лежит от него этот самый еще, вот эта типа тверточка, которая с ручечкой шла, что не в комплекте, это же чума Эллен 4. У тебя просто настолько необычная коллекция, как ты пришел к такому? Ну, наверное, постепенно, как-то хотелось именно красоты, то есть... Как от колдов перешли вот к этому? Я от колдов не ушел, они у меня дома лежат. У меня есть испада большая, из фильма «Неудержание», я понимаю, хочу, из фильма «Неудержание», из фильма «Испада». Дорогая сволочь стала. Да, необоснованно, вообще, ребят вы винили? Хотя в пыльце я взял в руки, посмотрел, у нее рукоятка салюминовая, вы что, обалдели что ли? Ну, там, я чувствую, прям, видно, что это даже не алюминий, по решению, салюмин. Вот в рукоятке, прям, вот такое по ощущению есть у меня. Это ахтум какой-то. Ну, ладно. Я мейхем хочу, и ты когда смотришь, что там стоит 28, а здесь 45, и ты до конпауси. А, мейхем, да, он классный, я сейчас от этого немножко уже отказался. Потому что невозможно все покупать, и ты сама поедешь. А так получилось, что, да, вот еще на заре, когда я увлекался, на стали смотрел, вининуло. Вот этот нож режет 100 коробок, а этот 20, это говно. А потом, когда я так подумал, как-то вот у меня так щелкнуло в голове, типа, а нафига мне это, вот, стали? Я подумал, что я делал ножом? Да, все любят это, нож должен резаться, я что, нет, не должен. Просто, ну, как? Я сижу на работе в офисе, да, я, ну, хорошо, отрежу колбасу, вскрою коробку. Ну, все, если я пойду, если я пойду в лес, есть что-то более специализированное. Да, кстати, у тебя лизарды есть. Они зелененькие, они красивые. А я, опять, этот пикообразный, я люблю, а этот, вот, все равно он песок. Гимочка, привет тебе огромный. Удивительно, что твои ножи видишь у московских коллекционеров оказываться в почете. А я, вот, их, я смотрю, он такой симпатичный, название интересное, с черепками, опять-таки, я люблю черепки. Но он классный, во-первых, они яркие, они обращают на себя внимание, и вот персики, которые Дима делает, они очень крутые. Я такой, ну, а чего бы нет, и мне что-то просто захотелось, не знаю почему. Вот, и потом подумал, что надо, как-то вот, хорошо, коллега, надо что-то покрасивее. Я стал смотреть, у меня, вот, первые мои кастомы, кажется, тоже давно пошли. Крыса. Человек сейчас уже больше не занимается. Эси, эси. Кастомизация, поэтому, наверное, не буду его называть, нет смысла. Не, ну, просто скажи, чья это работа. Ну, это Александр Пономаренко делал, давно, годы, 14-15 года, вот, и вот, и Амбурал Карпайшин тоже его. Так, здесь, как я понимаю, когда... Керенит. Это керенит, он отполированный, очень красивый, блестящий. Там у меня было ножей не так много, потому я использовал не самые такие ножи интересные, которые можно было бы использовать сейчас, если я бы им отдавал бы. У меня тогда была крыса, да, хищник, наше все. Еще одну крысу я у тебя тоже видела в ярком и сыпалке. Да, это уже готовые накладки, не помню, как они называются. Так, ВКонтакте они есть. А, какая механика. Так, он же сам его стрелил, тебе не надо, он же полуавтомат. Ну, вот, с сосисом, да. ЗТ-шка, я всегда обожаю ее. Кубил, когда цены еще были не такие, как сейчас, это еще было вкусные цены, а потом отдал ему, и он сделал Амбурал Корпайшин. Красота неописуемая, просто классно. Да, ему, кстати, идет, и при этом он стал, ну, вот, тактильно какой-то интересный. А, у него, ну, он же сделал свои накладки из 10, он их сам их красиво. Причем она бы тоже, как у Мейхема, такими слоями, там же тоже красный с черным. А, так, да, многословно, да, G10, да, тогда это было популярно, сейчас все пришли на Титан, все дела. Так, ну, 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 кстати, про кастомы. Степа, Siberian Org, Mahas, потрясающие работы. Да, Raccoon Dog, да, это классная вещь, очень красиво. Степочка, тоже огромный тебе привет. Да, привет. Жду остальные два ножа, которые сейчас еще лежат у тебя. Так, вот, ты кастомишь, то есть ты делаешь, это, как я понимаю, Степа просто купил, закастомил, и ты у него взял. Это да, а так сейчас я ему еще отдаю, тут еще есть, по-моему, был. Что? А, да, вот два этих же. Сейчас, Голиафов тоже. Два Голиафа у него уже сделанных. Это тоже стоит. Да, да. У меня есть Голиаф. А ты посмотри, вот этот, и посмотри на мою футболочку как раз, как кажется, прямо это вот оно, оно как к одному. Слушай, у тебя это 100 или что? Да, 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 это вот они сделаны. Один с черепом, это вот тоже Майя, все дела, вот это вот. Хотя два магазина разных, один подруга подешевле, потому что... Один в КА-110, потому что, я насколько помню, у меня тоже в КА-110, а второй... Ну, вот этот получше, потому что у него карбон такой, джангл, карбон шикарно подходит. Слушай, Голиафов. Мне на самом деле... Очень, прям, работа потрясающая, когда я их получил, я просто вообще кайф. Несмотря на то, что они крупные, они потрясающе лежат в руке. Да, да, вот я обычно таки покупал-покупал, но думаю, пока хватит. У меня еще есть третий, он пока еще не... ну, еще свеженький, а там тоже уже подхищника будет. Я надеюсь, в следующее, я не знаю, там в осени, у меня там еще, там еще есть. Сколько ножей вы, я стесняюсь спросить, в работе? У него пока два, но еще будет вот этот ультрамар будет у него, потому что тоже... Сделаем. Очень такая интересная вещь, причем, что мне понравился, он зацепил тем, что у него этот флиппер отдельно от клинка, то есть мы когда его открываем, и флиппер исчезает там, вот он там внутри. Все спрятано, да. Вот, здесь толстый тоже титан, вот это достаточно тяжелый нож, вот, с черепочками, вот, и, соответственно, на нем тоже будет кастомизация. Мне нравится... Гринд? Гринд, я прям... что-то от Kikuma Tsuda. Ну, такое... Да, наверное, нечто похожее есть, да. У тебя, кстати, Kikuma Tsuda тоже Соговский есть. Да, у меня как раз Kikuma, здесь, по-моему, его нету, мы его... Я заставила убрать, простите, потому что Соги тоже, их слишком много было. У меня много не Согов, у меня Kikuma Tsuda много. Ну, здесь только... Kikuma Tsuda не все, мне нравятся. Ну, здесь только два, самые вкусняшки. Я все, сейчас все покажу. То есть ты будешь переделывать, ну, вот, смотри, у тебя есть еще один нож. Это тоже, да, это у нас Rike Matrix, если я правильно помню. Да, офигенный такой хай-тековский нож, причем с ним тоже интересно, я его несколько лет назад увидел на Алике, продавался. Тогда у меня не было возможности его купить. Потом он резко исчез. Ну, все, думаю, пропало с концами. Потом как-то на одном из крупнейших магазинов Санкт-Петербурга увидел, что вот лежит там два версии. Я обалдел, охренел и сразу выбирал покупать, потому что я давно хотел. Это красота неописуемая, мне очень нравится. Кибертрак, киберпанк и все в этом духе. Причем у него вот за счет этих линий, он мне чем-то напоминает, знаешь, чей нож? Владимира Легачова, у него есть. Вот не знаю, если честно. Я тебе покажу, ты сразу оценишь. Вот этими линиями, он минимум, это минимализм, вот просто титан, просто клинок. Ну, такой хай-тек минимализм, не просто что-то обычное, что-то сделано, а это именно хай-тек. Но за счет формы клинка, за счет клинка он все играет. Причем вторая версия его, которая на клинке немножко другой, мне не очень нравится, поэтому я только такую себе взял. Ну, вот честно, я бы даже взяла бы второй, один закастомил, а первый оставил вот таким, нетронутым. У меня их тоже два, потому что я рукожоп, и я его один там поломал. А чего ты поломал? А вот здесь я его открывал неправильно, там винтик не подвинтил до конца, и очень плотно его закрыл. И дальше открыть, я его не смог, пытался его открыть, и подцеплял, и сломал закрывашечку. Позор мне, я посыпаю голову пеплом, рукожоп. Ну, твой нож сам сломал, сам осознал, сам купил только такое. Да, пришлось, потому что для кастома потом нужно будет, да. Так, тогда сразу еще вопрос. Я везу тебя Боба Терзолу, Иглрок. Ну, это да. Взял жирную-жирную версию Иглрок, потому что, ну, это красиво, ну, красиво, переливающийся. Вот, что-то, я не помню, там что-то, то ли, 90, там с чем-то, что-то там, 90 с чем-то, устало бы мне тоже, хорошие люди в одном магазинчике мне сделали скидочку, да. Мне кажется, тебя уже во всех магазинах должны узнавать и тут же красную ковру. Не везде, я покупаю только в венских магазинах. Уже в тех, в этих трех-пяти магазинах должны вот эту красную ковру. Хотелось бы, хотелось бы, да. Вешал вам, скажешь, любимый клиент, любимый, проходите. Да, 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 да. Смотрите, что для вас. Кстати, я недавно, когда, я смотрел прошлый выпуск, когда показали Иглрок за 40 тысяч, такой, чего-то, действительно есть, классно. Я такой, блин, здоровская вещь, они тоже симпатичные, кстати, говорят. И глаз загорелся, да? Да, но я не стал, у меня уже есть, я думаю, харе, харе, но очень красивый, да. Причем, вот говорят, что это карбон, но по структуре похоже на G10, хотя пишут, что карбон. Не-не-не, карбончик. Похоже как на G10, так вот так же обрабатывают бывает. На спил дерево, но здесь рисунок на карбоне повторяет, вот на Тимаскусе этот рисунок. Да, вот Тимаскус, это вообще-то, какая-то очень сложная технология, какая-то с химией связана, там какая-то ядреная фигня, вот Тимаскус делать. Ну, очень красиво, конечно, это вот по целу башки просто. Я знаю, ребят, кто делает Тимаскус, это, конечно, Пономарёв Фордж, они делают потрясающую просто красоты Тимаскус, сами занимаются. И я уже даже иногда у некоторых мастеров узнаю на ножах, что это Ромин был Тимаскус. Но, у меня был вопрос, Боб Терзола, знаменитейший knife maker, ты гоняешься вообще за именами, за типа дизайн, это же вот этот тот самый, я хочу его... Нет, я больше смотрю именно на форм-фак, то есть на сам дизайн. Я даже бываю, к сожалению, постирите меня, я не всех знаю дизайнеров далеко, потому что я вижу нож какой-то. Сказал человеку, у которого только от Элайджи и самопокойного 4 ножа. Это случилось потом, потому что я про него узнал, да, то есть как-то увидел, да, потом интересный дизайн, кто это, да, там, человек погиб, жалко, да. Я такой, ммм, и дизайн из Венайфсов, это настолько вырываешь из дизайна, что захотелось. Первым был, давно я на него засматривался, это вот Return, 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 похоже на морского конька, очень, очень красивая вещица такая. Я от него обалдел, но поскольку я знал, что он уже больше не продается, я был на печали, но в магазине Status Knife я увидел, я не смог устоять, я его взял. Я его взял, я просто кайфовал. Потом, попозже, так сказать, я когда-то, я увидел Арахис, а я еще о нем узнал, еще как раз у Алены какой-то был видос, я его показывал, синий был. У меня эсхатон, потому что если синий, то я скорее всего эсхатон показывал. Ну да, эсхатон тоже я видел, да, он просто большой. Другие гринды есть поменьше. Да, я увидел красиво, думаю, а что бы не взять, конечно, из-за того, что уже их больше не производится, она, конечно, мама дорогая, кусается еще как, но, а потом я подумал. Ну у тебя прям, еще смотри, у тебя прям в карбоне сетом подобрал. Да, а потом я подумал, а что у меня Аплерому нет последнего, и аж футболист возьму его, что да, чтобы он был уже в комплекте, уже был полный набор от этого человека. Ну теперь как раз аж фотоши тебе не хватает. Очень, да, не хватает, но где же его взять-то? Да, в карбоне-то подешевле будет, чем в Титане. Да его вообще нигде никакого нет, его все порастащили, естественно. Сколько ты ему сказал, предлагают из него, 200? Я не знаю, что предлагают. Ребята, еще раз, вот кто мне говорит о том, что это не вложение денег, мамочка, мама, ты тоже мне говоришь, зачем ты тратишь деньги на ножи, это вложение денег. Да, я потом уже понял, когда некоторые покупаешь, какие-то ножи там дорогущие, что-то потом может быть на вложение денег. Еще реально оно вырастает в цене. Да, вот еще четвертый от него же, это Кайзер Созе, я не знаю, как правильно поднести. Взял вот это время случайно, мне очень понравилось. Что за карбоне? Да, очень красивый дизайн, я не знал, что это его, я узнал там буквально вчера, я вот. Век завидел, век участие. Да, но у него такой дизайн интересный, треугольный, вот, как это, кинжалы видны, скажем так, я люблю такие дизайны, у меня тут еще есть такие ножи похожие. Интересно, прости господи, Гробик напоминает. Ну-ка, я очень. Вот, кому что. Видишь, какие у нас у всех разные. Причем, Гроб вампирский причем. Да, да, да. Но у Элайджи реально, у него было вот что-то космическое, сай-фай, при этом, практически, они в руке лежат идеальная эргономика на высоте. Причем, вот, почему, опять-таки, я и взял, вот, в принципе, даже сейчас сколько не смотришь, ничего похожего, в принципе, нету. Вот, вообще, чтобы туда не вспомнить, даже, мы посмотрим на китайский ног ножи, да, вот, что интересно, хотелось рассказать. Тоже, как-то, лазил давно на Алиэкспрессию и увидел ножи от фирмы ног. У нас они тоже не очень известны, судя по всему. Ну, вот тоже, вот, например, кинжаловидный такой нож, как этот очень недорогой, типа, у него есть до 2, но я не знаю. Дорогой сколько? Четыре, пять, тысяча, шесть тысяча, примерно, плюс-минус. Вот, очень понравился его, скажем так, его симметрия, похожее чем-то на меч, частично. Да. Крупный, очень интересный, красивый, у него, по-моему, есть пару версий с цветом. Вот, есть ножи у них подороже. Отдай. Фиолетовая, кстати говоря. Кстати, да. И смотри по форме, по форме, по форме, смотри. Да, это такой, больше, что-то кухонное. Да, есть, кстати, у китайцев потрясающая кухня, складная такая. ДТ-03 называется модель. Очень приятная вещь. У них, кстати, вот у Райков и вот у Ноков я вижу вот это очень… Космическое. Сиренево-фиолетовый цвет во первых. Анодирование. Анодирование очень приятного оттенка. Оно прямо из-под фиолетового розовым подсвечено, как, я не знаю, закатное небо. И ты правильно сказал, ну это космос. Да. Давай вот сразу тогда вот этот космический. Да, вот этот подороже, по-моему, 1025 стоил. Тоже потрясающий, на мой взгляд, дизайн. Очень необычный, такой космический корабль, что-то вот… Ну не чужие, но что-то… Может, что-то из хищника вот с таким вот клинком. Это Ноком Т-17 модель. Благо, вот молодцы, они пишут название модели. Не везде пишут. Иногда и забыл модель, как называется, потом и не вспомнишь. Они хотя бы здесь пишут. Дизайн потрясающий. Тяжеленький, опять же, сложный гринд. И чем-то от Кикума отсюда. М390 – моя любимая наклинка. Да, ну конечно, вопрос, правда ли, такая. Но я думаю, что здесь уже все-таки эта фирма, я надеюсь, честно пишет модель. А почему у тебя вызывают сомнения? Ну, потому что все-таки, как все мы знаем, раньше китайцы, они все очень делали так себе после сострадания времена. И, возможно, здесь тоже пишут неправду. На заборе написано, а там дрова. Да, 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 да. Понятно. Вот. Но все-таки это достаточно уникальная фирма. И цена приличная. А там все-таки, тем больше цена, тем более правдива. Вот это тоже был один из последних «Ноков», который брал. Очень интересный такой вот. То есть изогнутый. Керамбит такой. Да, 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 да. Мне просто нравится такие клиночки. Очень интересный, хороший дизайн. Проработал со мной. Надо присмотреться. Вот это вот. Фрезеровка. Фрезеровка такая очень классная. Кстати, у него еще можно закрыть его, чтобы… О, вообще прелесть. Да, чтобы не цеплял карман, если не нужно. Типа Wave убрал и все, тебе ничего не мешает. Да. Очень прикольный, очень красивый. Тоже там что-то 20 тысяч стоило. То есть не дешевый. Так, ты просто на Али берешь вот эти. Да, эти вот просто на Али находишь. Можно фирма «Нок» найти, можно посмотреть. У них есть, по-моему, даже свой магазинчик. Там у них много моделей разных. Есть там небольшие. Конечно, за некоторые они, конечно, бьют. Там есть маленький нож такой небольшой. А цена там тоже, тысяч двадцать. А он такой мазик такой закрывающий. Ну, 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 ну. Так, а у тебя рука большая вообще? Какие ножи ты предпочитаешь? У тебя, в принципе, тут средняя всего. Здесь даже не то, что предпочитаешь. Иногда цена, сколько за эту цену получаешь ножа. Потому что за маленький ножик… Это не так работает. Я знаю, что не так работает. Но это мои внутренние ощущения такие. А, типа, много ножа за мало денег? Нет, нет. Либо, наоборот, мало ножа за много денег. Когда… Да, вот, когда вот… У Нока есть там что-то… Двадцать пять тысяч рублей. А там ножичек вот такой вот… Такая вот писечка мазенькая. Совсем. Ты им вот… Ничего ты им не сделаешь. Он совсем вот… Он мазенький. Я тебе потом каменную рыбу за местные бабки вот такую покажу. Вот я… Вот я такой тоже не сильно. Вот тоже вот ножичек интересный от МТ-22 от Нока. Стимпанковский. Я даже к нему стимпанковский черепок повесил. А ты вообще темляки любишь? Или ты любишь бусины, они у тебя как это… Мне нравятся бусины. Мне нравятся бусины. Потому что иногда прикольно к ножам повесить темлячок. Да. У меня там лежат два ножа от Даггеров, Мортал Комбат, Саб-Зиро и Скорпион. Ровный, конечно же, и синий. Да. С бусинами, естественно, такими же. Потому что мне захотелось такое. Я забабахал. Здесь темпанковский, он чисто подходит. Ну, не сильно я люблю темляки. Где-то они подходят, где-то нет. Нужно их хорошо аккуратно сделать небольшими. Больше вот если бусина подходит под нож, повесить ее, то да. Вот, например, если вот я сделаю себе нож хищника, возможно, у меня хищника бусину повешу. А на чужого чужого? Висел, я его снял. Церковь? Все-таки не хочется погонить нож, если честно. Все-таки здесь он, ну, мне кажется, что он сам по себе уже готовый. Самодостаточный. Такую нож. В свое время я очень хотел сделать из спайдерка Милитри, тоже такой кастом в виде чужого. Из Милитри хорошо подошел бы сделать чужого, но поскольку я от спайдерка отошел, единственное, у меня есть боец-три. И давай еще тогда вот про этого изящного. Да, это я взял тоже с руку человечка, мне понравился очень красивый этот тимаскус встроенный. Я, по-моему, маленький, слышишь, по-моему. Я вот с моделями немножко у Чебрукова путаюсь. То есть я некоторые знаю точно, там какие-то медведь, касатка, там они какие-то уделяются. А вот эти я некоторыми путаюсь. Простите меня, пожалуйста. Виноват. Очень круто смотрится. Фиолетовый с ярко-синим и желто-оранжевым просто. Ну, так фиолетовый, я как же можно было фиолетовым пройти мимо. Недостаточно фиолетовых ножей. Больше богу фиолетового. Да-да-да-да. В следующий раз вы встретились? Это же наш бог слонишь? Слонишь. 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 Ты знал, ты знал. Я еретик, поэтому слонишь, да. Итак, я калируюсь. Я... Ты пойдешь в мою веру. Я поработаю над этим. Так, что еще хотим посмотреть? Так, вроде вот этот ряд мы пробежали. Нет. Почему нет? Мы, по-моему, Ламелло не смотрели. Вот, да. Третий ряд пошел. Right Knives, Ламелло. Причем это старая версия. Заметьте, сейчас у новых пошли... Здесь такой бегунотчик уже стал, чтобы можно было снять эту верхнюю накладочку. Сейчас ее... Вот старых надо там ковыряться внутри, чтобы ее снять. Я смотрел на ютубе, но мне это не сильно нужно. Очень красивый такой изогнутый S-образный профиль. Очень нравится. Это как получетки. Мне нравится. У меня есть... Простите, меня недавно купил. Да, когда у меня не было таких возможностей. Да? Вот. Я смотрю, ты берешь с рук. То есть... Бывает. Нет, этот новый. Нет. Да, бывает. Если в хорошем состоянии, какая-то интересная вещь туда могу взять. Главное, чтобы он не был угашенный. Ну, единственное, что вот я взял вот... У меня вот титов был такой немножко покоцанный, но не сильно. Там все-таки сам по себе нож хороший. Этот китайчик с Алиэкспресса. Но очень классный. В карбоне. Да, опять-таки такой кинжаловидный. У меня прослеживается вот здесь, здесь кинжаловидный. Я люблю. И автоматы, кстати. И автоматы, и ворнклифы. У меня вот какие-то вот все в разнобое вкусные. Как бы ты свою коллекцию вообще характеризовал? Необычные. Наверное... Самоседшие. Ну, хай-тек, наверное, да, что-то есть. Это про ремонт. Да, дома ремонт хай-тек, а коллекция хай-тек. Где-то, правда, в этом есть. Я боюсь, знаете ли. Да, еще есть вишечка симпатичная вроде как. Ну, продаются, кстати. Ты продаешь? Это да. Кстати говоря, у вишечек что-нибудь интересное, еще мне что-то нравится. У них же есть, они лимитированные. В карбоне идет такой сертификатик. Они у меня дома лежат. Это, по-моему, есть. Лимитированные также зифусы. Да, он 108 и 159. Лимитки, вот эти лимитки тоже. Магнитон, по-моему, он не лимитированный. Но ты гоняешься за лимитками. Смотря какие, да, могу. Ну, если это вот что-то... Я не помню, что я схватил, почему это лимитированный. Я сразу схватил. Вот, протек. Стимпанковский. Очень красивый. Очень люблю протеки. Вот это Гацан. Сколько у тебя протеков? Ну, понятно, что я не все дала выложить. Сейчас. Раз. Злая ведьма. Два, три, четыре. Пять. Пять. Еще там, по-моему, есть шестой. И седьмой. Работает десяток. Ну, наверное, будет, да. Я люблю протек. Особенно я люблю Гацан. Гатфа Зартоза. Но мы об этом никому не скажем. Вот. Там вообще пушка огонь. У нас нельзя, нельзя. У нас... Тихо. Вот. Я молчу? Вот, да. Очень, знаешь, какой хочу. Денег стоит дофига. У меня есть. Стоит 400 кс. Такая штука. Спокойно. Ты, наверное, ее видела. Она же, она много где лежит в магазинах. Ее никто купить не может. Она тебя ждет. Я так чувствую, да. Даже кнопочка. Какая кнопочка. Ой, как пин вообще. Да. Это, по-моему, 63 из 200. И тут при этом такое простое. А, это Эмерсон, да. Я не знаю почему. Я вот увидел, что-то... Стамеска. Да. Я такой... Стоил недорого. Что-то он, что-то там, 20, что-то такое. Я так... Блин. Что-то захотелось. Почему бы ему нет? Он любопытный. Я знаю, как назвать эту коллекцию. Это коллекция, разрыгающая социальную ненависть. Ну, не надо так. Меня ж навела посадят. Это вырезать. Это вырезать. Ну, это протек. Это вот... Не знаю, почему не нравится протек. Да. Это вот у нас почему-то редкая штука. С таким закрытым... С закрытым замком. Надо сделать... Сделать. Сейчас. Если получится. Вот он так нажимается. Да, да, да. Сдвигается чуть-чуть. Да. С таким вот, с такой микартой встроенной. Вот. У меня еще есть Malibu. Ну, не титановый, а алюминиевый. Недорогой. Потому что титановый стоит тысяч семьдесят. Они вообще обалдели. Ну, Malibu это же символический проток. Он даже не автомат. Он обычный с флиппером, с кнопочкой. Но титановый стоит. Побойтесь бога. А там вообще обалдели. Я такой, нафиг надо. Он слишком простой для такой цены. Этот хотя бы дешевле. Этот хотя бы уникальный. Он минималистичный. Он вообще то, что ничего не цепляет. Все гладенько. Вообще все спрятано. И с интересным замком. Еще одна вещь в коллекции. Я люблю интересные замки. Интересные замки. Интересные замки. Интересный механизм. Например, давайте посмотрим. Фрейм Рейд. Вот. Прогремевший. Рейд. Экза. Все видели. Все знают. Очень понравился. Это вторая версия. Первая была в чехле без замка. Да. Потому что они сделали замочек. Вот когда был первый. Рейд. Я только думал. У него нет замка. Откроют. Он в чехле. А когда сделали вот эту версию. С клипсом и замочком. Угу. Сразу взял. Потому что огонь класс. Очень нравится. Элементарная простая вещь. У нас даже вот на работе. Кто-то не сильно нажимал. Но эта штука очень понравилась. Потому что это очень прикольно. Просто. Кстати. Сейчас видел на AliExpress похожий нож. Не он. Там по-другому называется. И похожая конфигурация. Вот с такой же механизмом. Что-то там за недорого. Кстати. Он маленький. И за недорого. Подается. Но не он. Ты прям набрасываешь мне варианты. Вот. Да. Но не он. Да. Потом недавно они выпустили. Экзокей. Экзокей. Он в руке. Что ты мне говоришь. Я в форусе только приехала. И оно. Ну. Указательный. В паре шли по-моему. Экзокей. Я собрался на работу. Немножко спешил. Нож упал из руки. Я его поднял. Чтобы проверить его механизм. Как-то обычно. Как-то я его так взял. Неудачно. Это пружинка. У меня его из руки. Он открылся. Но из руки у него выскочил. И воткнулся мне в ногу. Кровище было как из свиньи. Я думал, что все там. Ну так прям очень неприятно было. Много крови. Там где-то несколько часов ждал пока. Чтобы запеклось. Потом поехал на работу. Ну так что будьте аккуратные. Всякое бывает. Плюс у него очень тонкий клиночек. Он даже просто по инерции упав. Залетает. Ну ура в ногу. Залетел просто. Мама дорогая. Знаешь, как игру отличают. Опытного ножа мана от неопытного. Когда нож падает. Опытный. Отскакивает. Пытается не ловить ничего. А я даже не пытался. Он просто у него бурк-тук. А ты стоял и ждал. Воткнется не воткнется. А как-то все очень быстро произошло. Да. Я прям каюсь виноват. Продолжим про русские ножи. У тебя есть Завьяловский Найфтек. Да. Это Технопчак называется. Да. Увидел. Захотелось. Потому что большой нож. Красивый дизайн рукояти. Клипсы интересные. Приятная вещь. Захотелось. Думаю. Чего бы не взять. Поддержим отечественного производителя. Собственно говоря. Скажи мне. Тебе не бьет по пальцам вот это продолжение клинка? А я его. Сейчас. А мы его. Ты успеваешь убрать. Да. Не знаю. Я как-то это. Приноровился. Нет. Ты видел. Мы когда выкладывали ножи. Естественно. Я какие-то видела вообще впервые в жизни. А какие? Я всегда. Слушай. На самом деле очень много. Потому что. Ты меня не говорила. Мне даже интересно. Что ты видела впервые в жизни. Расскажи. Вот этот я видела впервые в жизни. Ага. Он мне очень понравился. Вишки понятно. Не трогала. Нок. Ноки. Некоторые. Вот этот видела. Я с этим знаком на наифовках часто бывает. Но некоторые я видела прям впервые. Да. Мы их еще даже не посмотрели. Сейчас. Сейчас покажем. Смотри. Немножко похожие. Но такие разные. Да. Но похожие. Вот за счет. Отверстия. Это по-моему. Не очень дорогие. Но очень приятные. Все равно. Не все видел. И просто иногда. Как это. Вот. Вот этот. Например. Как открывается. Это же надо приноровиться. И чужий нож. Я всегда стараюсь очень аккуратно. Потому что мало ли что. Я даже иногда спрашиваю. Говорю. Насколько сильная механика. Чтобы не улететь следом за нажатием кнопки. Да. А. Давай еще про. Вот. Керамиты только что трогали. Серки Ти. Да. Это конечно не совсем керамит. Это все-таки здесь более. Здесь прямой клиночек. У них это классический есть. У них это керамит. Я не помню как он называется. Но. Я увидел этот. Он мне понравился. С алюминием. Ленненький. С алюминием. Он стоил дорого. Честно говоря. Потому что у них керамиты стоили дешевле. Этот стоил подороже. Но. Из-за того что он симпатичный. Кстати. Я его так особо не вижу больше в фото. Я его так особо не вижу. Урмала. 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 Я Серки Ти особо никогда не досмотрел. У меня они не сильно нравились. Кроме вот этого. Вот этот. Он просто интересный. Да. И вот. Да. Интересно. Опять таки. Интересный механизм. Необычно. Опять таки. Опять таки. Возвращаюсь к необычному. Ты любитель необычного. Давай еще. Еще по керамбитам поднял. Давайте. Это у нас. По-моему. Тукан. Называется. Если правильно помню. Модель. Тебе сейчас. Знаешь. Хобок. Прилетит в комментариях. Как это не помнит свои ножи. Сколько стоять. У меня плохая. Граждане. У меня плохая память на название. Именно. Я плохо запоминаю имена, фамилии и названия. Я Алена. Нет. Я помню. Потому что у меня на работе есть подруга Алена. Я скомбинировал. Поэтому я запомнил. Да. Хорошо. А так я плохо запоминаю. И некоторое название у меня отлетает абсолютно башка. Вот. Кстати. Он красивый такой. Идеальный коробочек приходил. Редкая. Редкая у нас штука. Тоже продается по-моему в TOTUS NIFE. Есть такой. Потому что по-моему. Более серебристого цвета. Любопытный. Есть просто по-моему. Дизайн. Опять-таки. Редкий у нас. Это тоже. Такой был момент. Потому что у нас такого практически не найдешь. И. Вот. Мне он и понравился. Собственно говоря. То же самое. Как и например. Ультрамар. Да. А я его уже показывал. Ты показывал. 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 Я виноват. Идем дальше. Давай еще раз про необычные ножи. Квотеры. Которые вообще сняли с производства. Квотер мастер. Вообще завод закрылся. У него вообще не производится. Квотеры больше не производят. Да. Магистр йоды. Увидел. Не знаю. Очень необычно. С этим вот. Грубые. Рубленные формы. Да. У меня еще там есть этот. Мистер Стрикланд. Горбун. Мой любимый. Горбатый клар. Он у меня дома лежит. Нет. Сэр. Он такой маленький. Маленький. Керамитик. Такой тоже. Жирный. Да. Мне они подкупили. Они такие массивные. Ломовитые. Очень. Такие. Но с другой стороны. Они удобные. Черт возьми. Он удобный. Черт возьми. Он удобный. Как они это делают. Это было прям потрясающе. Да. Магистр йоды мне понравился своей необычности. Он такой открытый. Кстати. У меня же есть Card Knife от Даггеров. Между прочим. Дом лежит. Прекратил рекламировать Даггера. Я просто вспомнил. Механизм. У них же тоже самое. Да. Я вот. У меня просто щелкнул в голове. Вот она. Да. Это же классная вещь. Да. Я его потом. Наверное. Так. Какими результатами на нем сделаю. Кстати. Да. Как минимум анодирование. Что-нибудь такое. Ну посмотрим. Может какие-нибудь будут узорчики. Я и подумаю. И заметь. Здесь тоже. Ну это просто упор. Чтобы он дальше не шел. Ну да. Как у Фоксика. Так же. Ураков. Анатолий Иванович. Мое уважение. Я о нем вообще не знал. Это опять-таки Status Life. Я их увидел. Да. Извините. Так случилось. А их. 50 лет человек работает. Просто легенда оружейная. А знаешь почему? А их. Они нигде не продаются. В магазинах. Вот. Ни в Форесте. Нигде их просто нет. Я единственный раз не видел. Ну его нет в магазинах. Так ты его. Приходи на выставку. Угу. Вот. Вот. Анатолий Иванович. Это специальная версия. Да. Я там видел. Там два кухонного ножа. Там по 150 рублей получился. Комплект. Можно подумать. Это дешевле. Здесь спецверсия. Для магазина Status Life. Здесь 790. А не 340 стоит. За сколько взял? Что-то 50. 60. Что-то плюс-минус. А там два ножа за 150. То есть. Итого по 75. Там кухонник. Да. И опять-таки. У него что классное. Замок. Свой замок. Офигенный. Удобный. У Раков сделано в Ижевске. Написано по-русски. Причем он. Судя по всему. Замок прям вот такой. Что держит максимально. Потому что он зажимает. Там шпинки стоят. Офигенно. Я когда его увидел. Я захотел. Потрясающая вещь. Он тяжелый такой. Веселый аргумент. Еще есть маленькая версия. Еще есть версия ТТТ. Он сделал. Ой. ТТ Культ. Тоже симпатичный. Еще я видел у него фикс такой. Там такая байда. ТТшная. Красная девятка у него есть. Это как раз то, что повторение рукояти пистолета. Да. Это как раз вот эта связь с оружейной тематикой. Они очень самобытные. Они очень интересные. Анатолий Иванович это просто легенда оружейная. С гордостью всегда говорил. Теперь я знаю. Я прям очень нравится этот нож. Хочу еще от него ножи. Да. Постараюсь. Если получится еще что взять потом. Обязательно. Очень нравится. Очень круто. Прелесть. М390. Это прям достойно. Единственное, что кто-то бы конечно предъявил, что они тяжеловаты, но Борис Бритва вес это надежно. Не знаю. Я вообще не знаю. Оттягиваю кому. Не знаю. Я когда ходил в джинсы. Здесь вот еще можно оттягивать. Я вообще вес не замечаю. Как ты парень крупный. Я знаю. Я знаю. Тяжелый слог. Ну там надо что-нибудь другое. Я думаю, что девочка девеночка будет брать такую штучку. Ну. Девочки бывают разные. Это понятно. Вот. Артисаны. Как и почему? Взяла попробовать на Озоне, кстати. Просто вот. Не знаю. Вот эта компания особо ничего. Так думаю. Он был недорого стоил. Что-то тысяч десять. Ну. Как-то вот так. Возьму. Посмотрю. Води прикольный. Кстати довольно удобный оказался в руке. Хотя я вот. Как вы говорите. Тяпочку. Я не знаю. Почему тяпки. Какая связь с тяпками. Нет. Тяпка выглядит по-другому. Я картошку окучивал. Она так не выглядит. Это скорее топор для шинкования какой-то самой. Кухонной. Так это тоже тяпки. Для шинковки как раз кухонная тяпка. А-ля сербский нож. Вот эта крупная рубленная. Но их по-моему только не называют. У него есть свое название по-моему какое-то. Ну у сербского ножа понятно. Это сербский нож. Не сербский. Я бывший китайский нож. Японский нож. Такие вот. Они же тяпка не называются по-моему. Они как топорик. Да. Согласен. Но не тяпка все-таки. Добро пожаловать в русскую нажиманию. Тяпка. Для меня тяпка. Это чем картошка окучивает. Я окучивал в детстве. Я оскорблю вместе с тобой. Я тоже все детство провела в рабстве на картофельных полях дома и у бабушки. Я все понимаю. Благо не на картофельных полях. Но на самом городе было дело. А у меня на полях. Понимаешь. Что интересно. Вот. Дальше. Давай еще сразу раз. Артисан. Дочка. Вишек. Сививи. Да. Классные вещи. Очень хорошая механика. Дешевле Вишек. У меня есть еще там. Дом остался Керамбит. Отличный. Красный. С Дамаском. Хорошая механика. Цена приятная. Красивый. Вообще ты это не играл. И опять таки. Я его взял. Он. Легчайший. Нет. Он. Потому что. Он. Вот. Он к нему. Это вот. Это. Дешевая версия вот этого. По большому счету. Ну так вот. Ну. Ладно. Притянут за уши. Но окей. Да. Наверное. Да. Но все таки. Он легкий. Другая версия. Без этого. Вест Дамаска. Да. Ну. Попроще. Ты реально любишь дубли. Цена хорошая. Цена себя радует. Цена хорошая. Мне нравится. Они бомбезная механика. Мягчайшая. Да. Прекрасная. У меня тоже есть в Дамаском. Вообще ничего ему не было. Ездила. Работала там. Во влажную среду. Куда угодно. И ничего не случилось. Он прям потрясающий. Море удовольствия за немного денег. Что. К Китай перейдем? Опять. Можно подумать. Мы от него далеко уходили. С Алика достаточно редкая вещь. Название. Не помню. Пусть тебя распнут. Комментарь. Да. Не помню. Их сделали не так много. Но он там хайтыковский. Интересно разбирается. Тут несколько частей его рукояти. Она не цельная. Есть несколько частей. Подобно на прям все вообще. Да. Ну ты видела. Есть пока как он разбирается. Да. Легонький такой. Прям. Сейчас. Я посмотрел. Пардон. Мраждане. Limited Edition. Я вот его схватил. Потому что Rebel Ship называется. Так оно на нем написано. Blade S90V. Так на нем написано. На двадцатого года. Так все написано. Да. Я это верю. Нет. Просто Limited Edition. Это всегда. Он был в такой вот коробочке. А. Так тебе значит просто можно. Limited Edition. И ты все сразу это. Теряя тапки. Бежишь. Да. Можно такое. Такое тоже можно. Да. Бывает. Давай про внезапный баг. Внезапный баг. Это такая история. Такая старая. Я покупал его отцу. Папа у тебя вообще. Та своего небесного. Что называется. Нажиманов был? Нет. Не был. Просто подарок. Кто смотрел. Баг. Не хотел я с 420-й. Нашел тогда вот с черными деревяшечками с S30V от этого полубуса. Он был подороже. Я такой. Класс. По-моему, тогда он был редкий. Сейчас, по-моему, их не так просто найти. По-моему, такие вот. Бабаки. Они двадцатку сейчас стоят. С S30. Я тогда брал. По-моему, он пять стоил. Это были такие даваны. Выйди. 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 Такие времена старые. Подарил. Он даже особо не пользовался. Лежал в чехле. Вот. Это такая уже как память. Уже остается. Очень классная вещь. Ну, он такой бакинный нож. Да, да, да. Ну, мне в баке, в принципе, мне нравится. Он, кстати, удобный, хороший. Ну, несмотря на то, что здесь получше. Я взял, чтобы было получше. В подарок. Вот. Также бак. У меня он есть. Просто этот я схватил, потому что у него интересный замок. Интересный замок. И тот тоже был последний. Искал там, по-моему, в ножах, по-моему, ухватил. У этих ребят. А что-то открывается, мы отодвигаем и нажимаем. И закрываем. Здесь тоже тридцатка. Стол тоже придет около 20, там, по-моему, с чем-то. Тяжеленький. Мне понравился замок. Необычный, интересный, редкий. Кстати, они не планируют в ближайшее время, как мне сказали, в магазине заводить эту модель. Угу. Почему ты несказанно рад? Да, наверное, где-то есть. Слушайте, ну, мне понравилось. Мне очень нравится, что твоя коллекция очень самобытна. Она очень разношерстна, но сразу прослеживается, что у тебя много китайцев. А почему китайцев? Потому что китайцы не стесняются в интересный дизайн. Да. Они прям готовы на эксперименты. Не зашло, они короткой партии выпустили, типа, 500 штук и пошли делать дальше. Да. Это очень интересно, потому что есть моноколлекции, есть коллекции, там, я люблю вот такой-то формы клинка, там, еще что-то. А у тебя прям все очень разное. 440-ая сталь, из-за этого немножко недорогой, тоже ног. Вот. Тоже с такими поршни, типа, ну, почти стимпанком, не совсем, где-то уже такой, чуть-чуть посовременнее, с карбончика на клинке, ой, на клинке с ума сошел, на рукояти. Очень такая красивая, приятная вещица. Офигенский. А это вот такая похожая версия, но уже тоже такой полкухонный такой. Да. Вот. вот этот поинтереснее, конечно. А, да, он побольше, поинтереснее, да. Кстати, здесь, я вот, сталь, вот что-то, здесь не написано. Ну. А, нет, 440-ая вот написано отсюда, да. Сняла просто человека с шеи, чтобы не брякало микрофон. Да, мини-си-виви, да, это такая милашечка, милота. С накладочками. Да, я его, я ему там скрывал упаковочки. За СМИ-карту, да. У него красиво, мне понравилась эта версия, такая милота. Я его носил, там, я ему упаковочки скрывал на рабочих. Но, у нас есть еще одна жемчужина под столом. Да, я только что как-то вспоминал. А мы здесь, они все показали. А ты, давай, не отвлекайся, доставай из-под стола. Давайте, да. А еще, фирма SOC к своему 35-летию выпустила… Подожди, вот так вот, чтобы сияние потом привезли. Да, помнишь там, когда он нести? Да-да-да-да, вот так и должно быть. 350 ножей, вот, лимитированную версию, вот так вот они, собственно говоря, выглядят, он. Это… С раскраской, ну, каменочка Tiger, если правильно понимаю. Давай, доставай. А, да. Оп, а я достану, оп. Вот. Да, ее можно там открыть, там, можно почитать. Там даже есть бумажка, там… Просто я знаю ребят, которые делают… Что? …очень крутые… Монеты? Монеты в Америке. Они начинают… Ценник от 10 тысяч долларов США. Не, ну, это, я думаю, попроще все-таки. Это попроще, но… Естественно. Да, это вот, опять-таки, схватил, потому что лимитированная версия, 350 штук. Это, по-моему, статус-найф, я увидел в кейсе, как я мог такое пропустить. Естественно, я это схватил. Кстати, относительно недорого, что-то около полтинника стоило, что-то такое. Ты сорока. Ты сорока. Хуже, чем я. Я люблю красивые этикетки. Бывают… Нет, 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 нет. Тоже такое… Да, я вот схватил. Но, за другой стороны, это, опять-таки, реально лимитированная версия. Редко говоря, 350 штук все сделано. Я оценю. Нет, лимитки – это всегда интересно, круто. Если тебе… Ты же взял не просто потому, что это лимитка, а потому, что она тебе зашел. Тебе понравилось по форме. Естественно. Плюс – это, опять-таки, инвестиция. Как ни крутил. В кейсе будет храниться до хрена лет. А, сразу тогда вопрос. Из этих ты ничего не будешь продавать? Пока нет. Там ты немножко коллекцию поратируешь. Ты не продаешь… Вообще, в планах нет такого, что… Нет, просто в этом нет необходимости. Естественно, если наставили горькая нужда, естественно, что придется. Ну, просто пока нет необходимости, что называется. Да, пусть никогда такие времена не наставили. Да, согласен. Плюс, дальше будет только дороже. Плюс, я… Естественно, что-то я продам. Буду уже больше в кастом, чтобы было совсем уникально. Уникально. Прям неповторимо, редко. Может, какие-то протеки будут лимитированные всяческие. Да, Raccoon Dog. Он еще другие версии, если посмотреть у него. А толпашки что-то там вытворяет с ними. Он в свете. Но я все-таки больше люблю именно глубокую. Правда? Да. Тоже лазер. Это вот прям вообще просто космос. Как он сделал Больстер. Это уже просто сказка, граждане. Вы посмотрите. Какой самый из них любимый? Нет такого. В смысле? Сейчас расскажу. Они каждый любим по своему. Каждый уникальный по своему. Вот ты… Как вот… Я беру вот этот красивый, изящный. А я беру… А здесь механика. И он тоже красивый. Они вот… В левой руке я люблю… В левой, в правой руке я люблю правой. Все. Здесь по-другому оно не работает. Так что один какой-то нравится больше всех. Они все прекрасные. Они все по-другому супер. Давай продолжим рассказывать про первый ряд самый жирного жира. Вот про эту фиолетовую красоту потрясающе. Мастерская механика Титова. Это, по-моему, такой единственный нож. Он как-то делал ограниченную серию. По-моему, одна из сторон сделана из титана. Как он мне рассказывал. Вот эта фиолетовая. Да. Вроде как это тоже сложно сделать. Потому что механика этого может хромать. Да, когда там сложно. А вот если я правильно понимаю… У него, кстати, лица очень маленькие, на самом деле. У микротыков прощают, и мы тут простим. Конечно, простим. Естественно, более того, я как-то видел тесты какого-то… А, мы его убрали кершу, фронталочка. По-моему, Залевахшев делал тест. Он по нему бил, и он не сложился. То есть, в принципе, фронталки достаточно крепкие и надежные ножи, на самом деле. Просто он не мог бояться грязи, да. А вот Дамаск чей? Я забыл. Это, по-моему, наш Дамаск. Это нашего известного человечка. Влада Матвея? Возможно, да. Я вот забыл. У меня дома там есть бумажка от него. А ты, кстати, посмотри. Потому что мне будет интересно… Ну, это тоже, естественно, Дамаск единственный экземпляр. Нож в магазине резать.ru. Буржуський магазин. Большой, дорогой. Ну… Не тебе жаловаться. Вообще не тебе. Продолжай. Пахтун. Вот. Карбоновая. Карбоновая. Офигенно. Очень прикольная. Очень понравилась. Красота неописуемая. Я там просто… Моя ножницы были дорогие, такие с рисунками. Дорогие. Сколько это стоит? Этот 75. Нет. Я смотрел дорогих дороже. Я тебе посмотрел. Я не стал их брать. Сделал этот. Потому что этот мне показался лучше. Я сделал правильное решение. Потому что те мне показались чуть-чуть. Механика хорошая у него. И, кстати, карбоновая кнопка. Карбоновая кнопка. Блин, это офигенно. Да. Еще есть… Он очень стильный. Он безумно стильный. У меня есть там другой. С другой рукоятью от него. Мы его убрали. Прости. 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 Нет. Да. И еще один тоже мы, по-моему, убрали. У меня три ножа от него. А, вот он. Мы его убрали. Вот он. Это бэушный. Я взял по хорошей цене. У него немножко… Здесь тоже дамаск. Ого. И клипса дамаск. Нет. Здесь нет. Здесь она… Ты посмотри. А, клипса дамаск. А, это дамаск. Кнопка дамаск. А, 10 и маску. Взял с рук. Недорого. Он, конечно, поюзный. Но, в принципе, мне нравится. Очень классный. Работаешь? К ножом. Этим? Да. У него был на кармане. Я немножко им пользовался. Но потом… Потому что иногда бывала с ним немножко механика. Немножко подводила там чуть-чуть. Почему-то… Здесь, конечно, помягче. Слушай, ну… У него сторонник интереснее образует. Он молодец. Делает классные ножи. Мне очень нравится. Я давно заметил его. Да? Надо тоже присмотреться. Да. Обязательно. Классно. За это я люблю коллекционеров. Ты приходишь на найфовку. Ты приходишь пообщаться. И потом узнаешь новые имена. Какие-то интересные вещи. Хотя он давно уже делает ножи. На самом деле. Я тоже не все знаю. Я поэтому… Я поэтому и здесь. Чтобы все это изучать. Я говорю, я себе галявку купила после найфовки. Я потрогала у парня и такая, блин, он идеально мне блек. Хочу. Я его… Что удивительно. Я очень многие ножи беру из интернета, не щупая. И все они мне будут ложатся в руку. У меня, по-моему, очень редкие… Когда что-то не ложится. По-моему, я даже такого не помню. Что-то, по-моему, может было. Даже вот. Возьмем, казалось бы, да. Вот сок там. Вот они два. Две вкусняшки, да. У них… Тут, конечно, просто бомба. Рогаид маленькая. Казалось бы. Причем она специфически. Она такая обработана, что… Ну, вот я ее беру в руку. Я вот ее взял и все. Он в литой лежит в руке. Абсолютно в литой. И… Я взял его в интернете. Я его не щупал. Я его не видел, не брал. Единственное, этот второй. Я вот этот брал первый. Я уже знаю. Рогаид такие же. Поэтому я уже понимал, что это подойдет. Но этот я взял тоже в интернете. И я прощупал сразу его. Только выемка. Ты понимаешь? Ты вот так вот взял, положил пальчик. Да, все. И у тебя палец лежит где надо. Да. И палец лежит, и… По длине где надо. Все хватает, да. Очень красивый. С бронзовым клиночком, зигзавр, все дела. По чем? По чем с бронзовым? Давай. Не помню. Что-то там 30, по-моему, с чем-то было. Я не помню. Вот подзабыл. Может что-то подороже. Может быть. Я, честно, я вот его схватил. Я даже не помню. Не помню. Я его увидел в этом. Я его прям увидел и захотел. Этот я взял первым. Я его отобрал и больше его нету. С Воронклиффом. Вкусняшка тоже. Я на него повесил. Веном. Каким он подходит, мне кажется. Такой же вот он. И при этом легкий. Несмотря на такие внушительные капориты. Да, несмотря на алюминий, он легкий. Он очень красивый, потрясающий вещь. Ну давай еще про вкусняшечку, про редкость. Это вообще уже не производится. Тоже, кстати, мне нравится. Zero Tolerance, по-моему. Не понял. 500? 558. 558. Да. Коллаборация с GTC Custom в свое время был сделан. Сейчас не производится. Фишка в том, что у него флипер подпружиненный. Да. Вот так. Сейчас показываем. Еще один. Да. Эта фишка я увидел у GTC. Мне она жутко понравилась. Я увидел, как продавался этот нож с GTC. Я его схватил и взял. Очень красивый. Очень классный. Более того, что сейчас не производится. Редкий. И в коллекции прям очень приятный. И показывай второй нож. А второй нож это уже V-Knives. Да. Тоже в коллаборации с интегральным рукояткой. Очень красивая вещь. Тоже увидел этот флипер. Я думал, вдруг нет, вдруг там просто. Я посмотрел обзор. Увидел, что там этот флипер подпружиненный. Я его сразу схватил. Потому что, да, это красота. Это, конечно, изыск. Многие, конечно, он не очень удобный. Я видел такие. Ну, что вы будете делать? Ну, серьезно. Вы не будете им пинки строгать. Это так. Для красоты понтануться. Скрыть коробочку максимум. Изыски, так сказать. Да. Нож для любви. По любви. Я так говорю. Я увидела их. Forest тогда только-только привезли их. Я тут же побежала смотреть щупать. Вот у них, да. У них был вот таким же исполнением синим. Да. Синий мне понравился. Я взял серебрист. По-моему, тоже вот так был. Я посмотрел. Ну, взял серебрист. Ничего. В принципе. И что он тогда в районе 58. Вот что меня отпугнуло. Я такая люблю, но на расстоянии. Он где-то полтинник, да. Ну, поскольку я… Увидел, победил, купил. Нет. Уже заядлый покупатель данного магазина. У меня там не скидочка. Поэтому… Ты знаешь, у меня тоже там скидочка 10%. И не спасло. А вот семейный бюджет спасло. А вот семейный бюджет спасло. Меня спасает. Вот. Ну, первый ряд тут не дошли. Райк Найвс. Когда… Я очень люблю Дамаск. Это прямо… Потому что это красота. Это изыск тоже. Красивые линии, узоры. Это все кайф. Я когда увидел, сразу взял. Потому что такой… Причем тогда с китайскими иероглифами. Там они умудрились его отковать. Сложная работа. Потрясающе. Очень. Что-то ИСКФов мне напоминает. Какого? Поправьте меня, ребят, в комментарии, если я не права. ИСКФов напоминает. Ну, не знаю. А… Тохуса. Аблю. Ну, что-то такое… Наверное, не видел. Может, не видел. Может, не мешал внимания. А мы сейчас потом… Я тебе покажу за кадром. Да. Интересно будет посмотреть. Очень красивая вещь. С Дамаском. Ему бы еще… 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 Конечно, возможно, сделать бы рисунок что-то интересное на руках. Ему бы тоже закастомить. Возможно, в цвет. Потому что я боюсь… Титан не очень толстый. Хотя… Нет. Здесь нормальный титан. Но здесь… Посмотри. Здесь винты синие в цвет. А сикой все в цвет. Все подобрано. Ну, вот прям песня. И по размеру… Хорошо. Он хорошо лежит в руке. Он приятный. Это прям красота. Вот, кстати… Райки прекрасно… Вот, да. Что удивительно же. Вот… Китайцы, когда делают… Все такие языкки. А вот… От европейцев такое не вижу. Вот спайдерки как делали, так и делали. Там нет ничего интересного. Я вот… Кирилл – это камень в твой огород. Нет. Не совсем. Тут, как бы, такой момент, что… Я их любил. Мне были интересные спайдерки. Но потом… В какой-то момент ты смотришь… Из модели… Но они, плюс-мот, очень похожи. Да. Как ваш предыдущий… Тоже вот… Кирилл – коллекционер. Да. Если ты про спайдерки… Я вот сейчас ему передавал… Нет-нет-нет. Еще, по-моему, после него был. Который тоже ругал спайдерки. Одно и то же. А, Рофф Андрей. Вот, да. В принципе, я тут согласен. Потому что смотришь… Ну, очень все… Очень все похоже. Да, у них есть интересные модели. У меня есть… Манникс второй давно был. Офигенно в руке лежит. Манник, да. Она классная. У меня есть… Спринтран Парамили. Новенький. Лежит. Вот. У них есть хорошие модели. Удобные для работы, да. Но так по дизайну, плюс-минус, у них… Кстати, я помню, когда мне очень приюбились спаи. Кстати, вот у того, как лицензина спаевского… У него был у него Феникс. Нож такой интересный такой… О, я просто знаю его название, Феникс. Могу его показать. У него лежал на столе этот Феникс. Честно… Я с него тогда… Еджимба, Еджамба… Юджимба, ну конечно. Цимба, Гарпия. Все. Все. Хватит. У меня есть Лил Матриарх. Мне заказывал его… Я попросил туда человечка с Ганзы. Он мне заказал туда из Амельки привез. Ну, это еще было очень давно. Лил Матриарх, он в этом Ферейне, маленький такой, лежит дома. Вот. Слава богу, не здесь. Нет, я не стал его убать, потому что он достаточно простой, старенький такой, да. Так, мы продолжаем рассказывать про ножи, про теки. Да, про теки. Тоже с таким рисунком… Вот я не помню опять модель. Я посыпаю голову пепла, я не все модели помню изусть. Но они любят делать такие рисуночки. Единственный экземпляр сделали, я такой себе взял. Симпатяшка. Кстати, у него перламутр на кнопочке. Что красиво. Кстати, да. Блин. Очень красивая вещь. Да. То есть ты не паришься сейчас по сталям? Ты берешь в основном по дизайну? Ну опять-таки, все-таки мы понимаем, что у дорогих ножей, в любом случае, сталь будет достаточно хорошая. В любом случае, если она будет шупресс, она отрежет. Давай. Да. Это у нас Microtec Socom в коллаборации с Rike Knives, кстати говоря. Если я правильно помню. Да. Rike Knives, по-моему, Rike Knives. Да, да, да. Вот они. Это, насколько я знаю, первая модель от Microtec, которую они стали делать с китайцами. Вот она, и вот серебристая еще. Он там лежит. Так, а вот. Да. Эта модель подороже, потому что это сигнатур, потому что здесь типа подпись морфионы. Вот. Да. Это вот... Не ухры-мухры. Да. Не пальцем деланные. Но я люблю больше. Кстати говоря, у них даже здесь подпись другая. То есть здесь вот есть, но здесь нету. А здесь просто куриная лапа. Куриная лапа, это точно. Вот. Я сначала взял этот, потом я что-то вот... Не знаю, я взбесился и взял второй еще почему-то. Не знаю, зачем я хотелось. То есть у тебя есть, грубо говоря, дубли в коллекции? Ну, похожие. Есть. Ну, обычно нету. Вот у меня вот с Матриксом получился косяк, да. А так я сейчас все-таки... Ну, и вот Голиафы есть, потому что они подкастом идут, да. Блин. Ну, вот Стич, он вообще красавчик. Вот прям нравится. Вот. Вот. Берешь в руку и прям хорошо тебе. Какой из этих больше нравится? Вот этот. Серебристый. Он почему-то, мне кажется, здесь покрасивее. Я вот... Хотя вот там тебе... Да, да. Тут дело, наверное, еще дизайн не имеет место быть. Так. Давай. Вот. Красота неописуемая. Вот. Про красоту. Ты мне сказал за кадром, что тебе нравится карбон с медью. Да. Это пошло... Сейчас я... Мы к этому вернемся, господа. Можно я... Нет, нет, ни к нему. Первое, где я такое ощутил, это вот эта малышка. Это Фокс Радиус. Взял я его на Ламни, тогда еще было возможно. Что-то 26, тогда он стоил. Он еще там... За тамбольно, там тысячи, там две, там... Я там брал пару лажей. Карбон с медью. Мне это очень сильно понравилось. Это очень красиво. У него интересный замок, почему он и называется Радиус, потому что у него замок такой интересный. Потом они попозже выпустили нож Сатурн. Но купить я его, к сожалению, не успел. Началось всем известное событие. И уже было нельзя. Сейчас у нас он здесь в дорогой версии стоит тысяча пятьдесят Сатурн. А он мастенький? Он меньше... Как этот мастенький? Да, я сам в шоке, поэтому я его не брал. Потому что, ну блин, перебор, извините, граждане. Очень классный. Но Сатурн очень красивый. Он именно такой... Радиус вот эта бомба. Просто. Причем, я не знаю, почему к нам его не завозили. По всем параметрам он к нам подходит по законодательству. Но его почему-то не завозили. А вот он такой симпатичный есть. И я его тогда взял с другой стороны. С другой стороны. Да, вот так вот. И после этого послала любовь к мини. И после этого мне понравилось, да. Потом я взял, по-моему, Балу Ви, да. Вместе с фиолетовым. Я не смог... Я долго думал... Этот дороже, да. Этот дороже, по-моему, не в два раза. Но фиолетовый я плюнул за два. Причем один потяжелее, другой полегче. Опять же за счет материалов на рукоятке. Да. Он фиолетовый с карбоном. Он потрясающе выглядеть. Мне очень нравится. Он фиолетовый. Он фиолетовый. Этим все сказано, граждане. А, Алена, которая сидит фиолетовым. А тот, потому что с медью тоже красиво. Свой стиль интересный. У меня есть несколько ножей таких. У меня есть еще магнетрон от Минаем. Да. Очень красивый. Я хотел, думал, в Тимасковском тоже. Но я подумал, что это более как-то благородно, более сдержанно, наверное, чем тот. Он слишком такой яркий, пестрый. Вот. Я только хотела, ты прямо опережаешь мои мысли. Как ты к тому, что… А магнетрон очень… Ну, такой… Буэ… Я абсолютно люблю… Молее классическая форма. Да. Хотя я… Ну, люблю всякие вычинки, но их классика тоже нравится. Местами, да. Как ты к тому, что они яркие? Многие говорят, что у китайцев это вот распятушки буйстого цвета. Вот это дизайн ради дизайна. Вот эти все… А почему нет дизайн ради дизайна? Это же, ну, некий полет мыслей. Человек сел и придумал этот дизайн. Это тоже, кажется, так просто. Нет, не просто попробуй нарисуй. Хрен там плавал. Вот. С одной стороны, да. Но с другой, типа, это дизайн ради дизайна. Об этом нет, типа, функциональности. Ну, смотрите, ну, давайте по честному граждане. Сейчас в мире такое количество выпускает ножей, что почти все они, либо для коллекционеров, в большей части, рабочих ножей именно, это из более недорогих сегментов. Ну, кто будет, я не знаю, там, ну, что вы, вот, вот эти вот вишечки маленькие, ну, что вы им будете делать? Только вскроете упаковочку, все. Ну, этот джентльменчик такой себе на… Опять-таки, функционал у него минимален, вскроете упаковку, по большому счету. Нормально, ну, вот, хорошо, ну, вот, у нас есть, скажем, вот. Так, а давай сразу… Они очень похожи просто. Да. Но здесь карбон интеграл. Да, что… Кстати. Подкупила. Карбон интеграл, да. Кстати, тоже не дешевые, заразы. Масенькие. Масенькие, да, они очень похожи. Ну, у меня… Как этот вопрос? Ну, они тоже реально почти дубли у тебя. Ну, все-таки они разные. Если, я сравниваю, почему он мне понравился, потому что этот рисунок меня зацепил давно как-то. О, прикольно. Рисунок интересный. Я бы его схватил. Еще, по-моему, есть такая версия без вот этих вот этих самых… Без ушей. Без гард. Да. Как ты фронт флиппером? Зависит от ножа. Потому что, если нож сделал хорошо, вот здесь, например, он достаточно открывается легко. Цепки и заносить. Это самый детен шарик. Потому что, если он жесткий, хрен открывает. Здесь открывается хорошо. Поэтому, в принципе, да. Ну, это больше такая красивая карбоновая вещь. Это ж такое… Это все для красоты. Еще давай вишечку сразу покажу. Я предлагал купить… А знаете, почему не купил? Потому что он маленький. Он мне… Вот мне мало. Мне не хватает. Хотя форм-фактор клинка просто песня. Вот будь он… Добавь воды и вырасти, пожалуйста, и уже… Вот еще маленькое вещество. Я взял на Алиэкспрессе. Простите, граждане, не помню название. Потому что… Он практически… Фламберг. Он есть Фламберг. Я люблю мечи Фламберг. Я люблю… У меня… У меня есть… Тилайт. Тилайт. Тишечка. Да. У меня есть Фламберг. И еще у меня есть Вольджи Фламберг. Кстати, очень прикольный на самом деле. Я поняла, да. Вот. Я люблю Фламберг. Интересная вещь. Тоже с карбоном. Да. Потому что… Ну, вот это реально короткость. Выговорить было сложно. И считалось очень… Для богатых. Поэтому… Любопыт. В виде огня. Плюс еще и рукоять такая волнистая. Что интересно. Я такого… Я взял это просто потому, что такого нигде я не видел. Это… Это уникально. Я не помню название, но… Здесь даже клипса волной. Да. Но это просто уникальная вещь. Потому что… Из-за уникальности и из-за того, что это интересно. Ой, красавчики какие. Прям насечечку сделали, чтобы… Когда закрываешь замок песни. Кстати, десяточку стоило не очень дорого. Но… Сразу провокационный вопрос. Сколько стоит твоя коллекция? По прикидкам? Все не считал. Ну, давай накидай. Пару грялов, наверное, стоит. Может два, может три. Я, честно, не считал. Нужно все пересчитывать. Потому что я иногда очень беру импульсивно. То есть, вот я не помню, что я там схватил. Вот, каракара я схватил. Я просто помню, что он стоит. Я специально смотрю, что он стоит. Потому что я его купил. Я даже не думал, что он стоит. Потому что, ну, это каракарно. Я когда это увидел… Ну, граждане… У тебя, я не знаю, карта привязана в эти магазины просто и автоматом списывается? Нет, нет. Я смотрю, естественно. Ну, просто эмоции… Когда ты такое берешь, это перехватывает эмоции. Это не для работы. Это для эмоций. Это для любви. И когда ты это берешь… Хочу и все. Еще клипсы. Темные, матовые. Какое-то здесь вот так сделано. Очень красиво. Все идеально. Это же… Коныгин… А когда я увидел у него вот такую фигню тоже… Касу смерти вот эту… Я тоже ее хочу. Смазан. Трепет. Да, да, да. Это же красота. Или когда я вот… Я помню. Я взял вот Ziphyrus. Ziphyrus. Где он? Есть там… У меня же глаза разбегаются. А я говорила, давай меньше ножей. А я говорила. Нет, не надо меньше ножей. Сейчас… А все, все. Это не он. А вот он. Вот он. Кстати, вот здесь он хоть и вот такой вычеркнутый, яркий синий… Как он называется… Тимаскус. Ну, он здесь не яркий. Он… Приглашен… Глубокого цвета. И посмотри, как он похож на позвоночник. Только… Шшшш… Он здесь на торце… Посмотри… Ну, он интегралом вообще сделал. Начнем с того. Интегралом. Ну, еще как он… Здесь рисунок сделан красиво. Вот с торца именно. И механика у него… Я когда его взял и открыл… Механика здесь прорвалась потрясающая. Он окномчике. Просто мягонький такой. Да. Как по маслице. Да. Вот я взял потом другой. Вот этот. Здесь уже… Она чуть похуже. Вот по ощущению, она чуть-чуть похуже. Там она лучше. Вот он. Да, да. Хотя… Очень похоже. В принципе, конфигурация одна и та же. Только другой дизайн. Слушай, я сейчас полюбила интегралы. Я прям кайфую от них. Потому что это сложно. Это интересно. Мне очень-очень нравится. И, конечно, всегда это выбивается из общего ряда. Ну, просто песня. Да. Это очень красиво. И Ворн Клифф. Мне с этого ножна стали нравится. Больше Ворн Клифф. Да. Хищенное такое. Все. Хочу себе потом… Давай сразу… Подожди. Ребята. Внимание. Внимание. Я передаю привет. Передаю привет Холодного Пламени. Сергею и Дмитрию Бабковым. И… Можно я покажу жемчужину твоей коллекции? Прямо сейчас хочешь? Да, конечно. Ты сказал «Мягкая механика». Это просто боги мягкой механики в России. Хорошо. Хорошо. Мягкой дроби. Жемчужиной. Это твоя жемчужина. Бабков. Рассказывай. Шел к нему долго и я очень долго думал брать его или не мать, потому что он стоит недешево совершенно. 200 тысяч рублей. Кто… Я не хотел говорить. А я скажу? Я хотел сказать, зайдите на сайте и посмотрите сами. А я скажу. Да. Я долго думал, потому что реально очень дорого и стоит или не стоит. Но поскольку он в единственном экземпляре в данной модели, я все-таки согласился его взять. Мне его привез, мне кажется, брат его. Дмитрий. Да. Мы с ним пообщались. Классный человек. Очень. Вот. Посидели, чуть поболтали. Я посмотрел нож. Офигенно сделано, конечно. Особенно, когда я присмотрелся, прям вот так приблизил. И там такой рисунок. Очень классный, необычный рисунок. Офигенно сделано, конечно. Бабковы – это потрясающий стиль. Это топ. Мало того, что работы Сергея есть в Эрмитаже. Там омаж на работу Самсонова. Уникальное. Во-первых, торцевой дамаск. Один из самых сложных. Карбон. Как сделано клипс. С маленьким зазорчиком. Можно посмотреть на них зазорчик. Как сделано. Продумано. Да вообще. Все абсолютно. И он практически симметричный. Если не симметричный. Причем, когда я спрашивал, как вы его привинчивали, он сказал, а ты специально таким инструментом вниз подлезаешь. И так чуть-чуть подкручиваешь. Да, да. Это сложно. Но он почти симметричный. То есть он кинзолоид. Да. Механика просто по звуку. Можно бабков их узнать. И скромное маленькое лого. Буквально слившиеся буквы С и Б. Это вот то, чем нужно в России гордиться. Абсолютно точно. Это потрясающая вещь. Это вот я все за. Да. Тогда. Как всегда тульские оружейники. Да. Тульские оружейники. Давай тогда поговорим как раз. Божечки. Еще раз. Ты потрясающий. Там клипсюбер. Да. Ты потрясающий. Это да. Хранится аккуратно. Про русских. У тебя немного русских. Именно русских. Но у тебя аж 4-5 чебурковых. Да. Так сложилось. Это забавная история. Почему-то раньше мне всегда чебурковы не очень нравились. Потому что раньше был один такой ворон. 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 Да. Я был не просвещен. Каюсь как-то. А ворон мне не очень нравится. Это старое исполнение. Мне было не очень. Я потом меня не обошел. А потом как-то я смотрю. Вот этот вот. Чебурков. Да. Лимитированный с Расселом Кроу поезд наема. Посмотрите фильм. Офигенный. Рекомендую. Фильм шикарный. Это по-моему стриж по-моему. Если не ошибаюсь. Могу ошибаться. Она офигенная. Почему я залипла. Потому что она как голограмма. Да. Это они сами сделали. У них появились лазерные станки. Они тоже начали это делать. Очень. Очень. И я такой посмотрел. Нифига себе. Зашел на сайт. А там у него столько всего. Столько всего. Я такой думаю. Вот я был лошарой. Надо было. Да. Заказал сразу косатку. Вот такой тоже. С бронзовым. Офигенно. Механика. Просто космос. Потому что она. Открой. Сразу проведем небольшие параллели. Да. Вот прям параллели мы проведем. Просто. Ну они разные. Они большие. Но они разные. Как они крутые. Они все-таки разные. И даже ощущение вот. Из-за того что такая ручка. Разные. Они за счет того что массивные. Они крутые. Но механика у него потрясающая. Я взял такую косатку. Он так открывается. Приятно. Просто огонь. Золотой вот этой поталь. Да. И медные опять-таки вкрапления в дамаск. Не-не-не. Это золото. Это золото. Это не мед. Медяшка по-другому выглядит. Но. А я думал что это все-таки мед. А нет. Все-таки с медем. Мне кажется они делают. Все-таки не золото. По цене это золото. Мне кажется. Поправьте нас. Золото это или медное все-таки. Карбон. Поталька. Да. Механика. Здесь она просто сказочная. Она очень приятная. Я рекомендую этот нож. Так. Раз укропу показать. И вместе с косаткой я взял бульдожика. Потому что это такая милота. Ну посмотрите. Это же вот с таким собачкой такое. Это тоже они делают прям сразу. И бусинка тоже с этим же бульдожкой. Если бы так называется бульдог. Пошенничек лапочки. Да. Я еще взял недавно. Приехал второй. Без рисунка. Потом будет на кастом. Что почему брал? Ой не помню уже. Слушай. Он что-то он 40-50 наверное. Что-то такое. С рисунка там что-то. Я не помню. Может что-то поменьше. Вот совсем не помню. Вот здесь вот. Простите. Потому что я брал их с косаткой вместе. И я ждал пока их сделают. У тебя нет фиксов. Здесь. Есть. Ну кроме лизарда. Два лизарда. У меня два лизарда. Зеленые симпатичные. Я в основном стал любить зеленые тоже. Местами нравится. Извиняешь? Фиолетом у меня? Просто зеленые это такое. Я ненавижу зиму и осень. Глядя здесь всякость. Хочу лето тепла. А зеленые как тепло. У меня вот зеленые есть два симпатяшки. Я к тому, что ты в основном коллекционируешь только складные. В принципе, да. У меня есть немножко фиксов. Ну там рекон. Ну куда же без него-то. Ну рекон. Ну да. Все там были. Да. Кстати, про рекон есть прикольная история. У меня на работе коллега, он охотник, рыбак, все. Такой уже мужчина в возрасте плюс-минус. И пошел он, значит, зимой, по-моему, на лося, если правильно помню. А у всех будет стандартные охотничьи ножи. Они его грохнули, а мясо-то замерзло. Ага. И только благодаря тому, что мой подарочный ему рекон, Тантос, смогли это мясо разделать. Потому что остальные ножи просто гнулись в этом мясе. А он реконом смог разделать это мясо и с костями совсем расфигачить. И он мне был сильно благодарен, потому что без этого ножа бы хрен. Мы там что бы с ним сделали. Хотя как бы там сведение и обух. А так, потому что там именно замерзло. То есть из-за того, что замерзло, все. Как топорик, короче. Не успели, да. И он этой фигней смог все сделать. И он был очень благодарен мне за такую штуку. Вот. Казалось бы, где рекона, где охота. А вот в жизни знаешь, как повернет. Да. Скажи мне еще, пожалуйста, про свою коллекцию прекрасную. Вот ты бы сам как ее характеризовал? Препроведение искусства. В... В ноже деле, наверное, да. То есть взять и сказать, как ты прекрасен. То есть я вам сейчас понял, да. Что данные вещи уже становятся приведением искусства. Наверное, они уже, наверное, так давно уже шли. Больше в фиксированных ножах. А сейчас и складные. Вот. Именно в произведении искусства. То есть ты смотришь на это, как на картину. Как на некий, возможно, инженерные идеи какие-то. И... Ну, не знаю. Просто глаз радуется. Такому всему этому. Этим не хочется пользоваться. Это хочется, наверное, смотреть. Возможно, пощелкать. Посмотреть, как люди додумались сделать тот или иной дизайн. Чтобы вот так прорисовать это все сделать. Это, конечно, красота. Новые технологии, которые они в это внедряют. Потому что, так подумают, нафига нужно там в каком-нибудь ноже. Вот там. Тимаскус или анодированный титан. Зачем? Это же делается для красоты. Для того, чтобы мы их больше покупали. И приносили компаниям много денег. А сами разорялись. Нет. Стоит признать. Действительно, для работы тебе хватит буквально двух-трех ножей. Все, что у нас там лежит на столе, это действительно коллекционирование. Это дорогостоящее хобби. Это радость, сладость, сердце и душе. Да. И инвестиции. И инвестиции в какой-то степени. Правильные ножи. Это все развлечение. Это от Лукавого. Но, боже, как это красиво. Именно так. Как люди покупают картины. Как люди ходят. Да. Кто-то в драгоценности очень редкие. В принципе, это картины. Марки. Да, марки. Казалось. Бумажка и бумажка. А они тоже редкие. Пойди, купи. Тоже стоит дофига. А здесь, например, это все-таки индивидуальный дизайн. Кстати, еще очень интересный момент. Сначала тоже коллекционирование. Еще до ножей. У меня мама когда-то еще работала в банках. Начала собирать пластиковые карты. А тогда еще были таксофоны, телефоны, все. Было дело такое, мы помним еще. Вот. Да. Даже я помню. Мы старались собирать коллекцию пластиковых карт. Маму там банковские приносили. Я по всем помойкам видел, лазил себе вот эти телефонные карты. У меня там сейчас около 500 штук этих карт. Разных. Там есть наборы. То есть у меня есть там бабочки. Там есть там таксофоны разных времен. Ну, телефоны разных времен. Пластиковые карты. Телефоны. Телефоны. То, что банковские маму приносили какие-то там, ну, эти. Они не что-то помнят. После всяких там банков. Тогда еще там были иностранные банки у нас. Тогда еще были там 2000-90 там, да. И вот у меня дома тоже есть эта коллекция. Она осталась. Она, конечно, уже не пополняется. Потому что карты практически не осталось. А банковские уже не нужны. В телефоне, да. А вот эти таксофоны, да, там 7 делали красивые. Это сейчас уже редкость. Это раритет. Потому что по факту там таксофонов нет. Да. Лежит. Тоже красиво. Вот оттуда пошел. Я просто понял этот азарт. Когда ты идешь. То есть ты идейный. Таксофон. И ты такой. Хоп. Поговорили. Всех положил. Хоп. Находил. Какие-то гнуты. Помойка. В грязи. Это же был азарт некий. Это было классно. И многие. Вот я находил там. Многие карты. Вот. Не все серии полные. К сожалению. Потому что потом все закончилось. Уже было не найти там. Да. Все. Сходил на нету. Уже мобильники. Прям появлялись по полной программе. Ну. Она у меня есть. Там лежит дома. В таких. Для визитов. Такие книжечки. Там. Около 500. Можешь поменьше. По 40. Много. Есть. Какие-то. Ну. Есть. И да. Иностранные. Нам привозили в подарок иностранные. Там есть израильские какие-то. Таксофоны. Там. Классно. Классно. Я пришел. Впервые. Вообще обнародовал. Зрителям. Показал свою коллекцию. Коллекция. Действительно. Очень неоднозначная. Я. Ребята. Будьте в комментариях. Пожалуйста. Вежливы. Чтобы не отпугнуть человека. Чтобы коллекционеры. Приходили. И показывали. Вам. Свои. Собрания. На найфовки. Ходишь? Я. Хотел. К даггерам. Они. Организовывали. В прошлом декабре. Да. Я. Современно. Что-то перепутал. Я. Забыл. Простите. Пожалуйста. Нет. Не было. Да. Но я обязуюсь прийти. Обязуюсь. Тогда. Ждем тебя на одной из найфовок. Потому что. Я хочу прям посмотреть. Как люди отреагируют на твою коллекцию. Ну я ж только с собой не возьму. Я сюда. Возьмешь пару чемоданчиков. Откроешь. Вот это сияние. И к тебе тут же все эти мотыльки на свет твой и прилетят. Ну да. Приходи. Приходи. Это же. Если бы не сейчас было сложно отбирать. Надо будет еще уменьшиться. Как. Что. Ты придешь на найфовку. Где буду я. Я тебе помогу. Вот это показываем. Это уже все видели. Убрали. Что именно. Показывали. Нет. Просто ребят. Правда. Ножей. Евгений привез гораздо. Гораздо больше. Было. Действительно. Прям. Мы с боем. За каждый нож бились. Почему его надо вам показать. Почему там убрать тот или иной. Я надеюсь. Что вам очень понравилось. Спасибо. Тебе еще огромное. Вам спасибо. Самому было интересно. Прийти рассказать. Показать. Некоторые вещи. Особенно. Какие-то редкие. Интересные. Да у тебя все. Через одно редкое. Поэтому. Ребята. Подписывайтесь. На канал Клинка. Подписывайтесь. На наши соцсети. Будьте вежливы в комментариях. Пишите. Как вам коллекция Евгения. Какие ножи вам понравились. Как вы относитесь к подбору своей коллекции. Будет интересно. Ну и как я уже пошутила. Это коллекция разжигающая социальную ненависть. Пожалуйста. Будьте еще раз корректны. Чтобы не спугнуть. Потому что все мы разные. Спасибо тебе еще раз огромное. До встречи на канале Клинка. Пока. Мир дружбы парашки.